Каким должен быть профессиональный педагог-психолог? Ответ на этот вопрос знают участники и жюри ежегодного краевого конкурса «Педагог-психолог-2016», муниципальный этап которого прошел на этой неделе в 16-й школе Славянска-на-Кубани. В нем приняли участие педагоги-психологи из детских садов и школ Славянского района. Кто из них получил путевку в краевой этап, расскажут мои коллеги. Обычный рабочий день для большинства жителей нашего района. Но только не для участников муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог-2016». У них он начался с волнения. Ведь в этот день им предстояло показать все свои профессиональные навыки. Для этого конкурсные испытания были разделены на три тура, в каждом из которых педагогам требовалось продемонстрировать личные качества, навыки разработки собственных и владения современными методиками. А пока участницы готовились к первому этапу конкурса, ученики 16-й школы порадовали всех своим творчеством. «Затрону струны человеческой души, беседы во сне искренне спеши, тебя он протестирует тиши, совет даст поговорить за жизнь». В Славянском районе конкурс проводится уже не первый год. Профессия педагога-психолога очень востребована и с каждым годом школьных психологов становится все больше, отметил начальник управления образования Виталий Титаренко. Перед началом конкурса он пожелал участницам удачи. «Надеемся, что тот представитель, тот победитель нашего психолога-педагогического пространства района в обязательном порядке покажет себя победителями, покажет себя и на краевом уровне достойно. Мы с гордостью отмечаем, что наши коллеги проходят, кто участвует в краевом этапе, попадают в второй, в третий этап, и это говорит о том, что потенциал в районе есть. Поэтому желаю конкурсу быть, желаю, чтобы он прошел на высокой организационной и профессиональной ноте. Всем успехов, всем удачи! Конкурс профессионального мастерства с каждым годом объединяет в свои ряды талантливых, любящих свое дело людей, таких как Татьяна Остапенко, которая участвует в творческом состязании уже второй год. В профессии педагога-психолога она работает 23 года, имеет высшую квалификационную категорию, любит свою профессию за возможность дарить людям позитив и добро. Участвует в конкурсе с удовольствием, ведь здесь можно набраться нового опыта, а также поделиться своим. Я пришла в первую очередь сюда посмотреть на своих коллег, сравнить себя с ними. За звание бороться, не знаю, получится-получится, не получится-не получится, но в первую очередь именно посмотреть опыт своих коллег. Конкурсантки – люди творческие, неординарные, осознанно пришедшие в профессию. Самая молодая из них – Олеся Асеева. Работает педагогом-психологом в 17-й школе всего несколько месяцев. Несмотря на небольшой стаж работы, багаж знаний в области психологии у неё большой. Ведь за плечами у Олеси участие в многочисленных конкурсах, как краевого, так и всероссийского уровней. Мой педагогический стаж, конечно, не такой большой, как у моих коллег, но, тем не менее, мне, конечно же, нравится работать с детьми, помогать им, узнавать с ними вместе что-то новое, также помогать не только детям, но также и учителям, родителям. Конкурс «Педагог-психолог-2016» – это не просто соревнование, а праздник профессионального общения, источник ярких творческих идей, уникальная возможность поделиться своим опытом. Победителем же признана героиня нашего сюжета Татьяна Остапенко, педагог-психолог школы номер 18 города Славянска-на-Кубани. В марте 2016 года Татьяна Владимировна представит Славянский район на краевом этапе конкурса. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».